Взаимовыручка Обмерковали двухбоковые взаимодействия и подтвердили готовность подтримливать один-одного по усих на прамках. Рустам Миниханов уручил Александру Лукашенко орден Дуслык в перокладе «Дружба». Это другая по значности державная узнагорода Татарстана. Вы большой друг нашей республики. Мы много чем учимся, особенно как держать порядок, как все должно быть. Я всегда говорю, даже это сразу видно, хозяин есть или нет. Поэтому вам долгих лет активной жизни. И вы очень много делаете для нашего российского государства. То, что ваши отношения с нашим лидером Владимиром Путиным. И мы увидели вот санкции, кто друг, кто попутчик. Вы настоящий, самый близкий человек для нашей страны, для нас. Так случилось, что все, о чем мы говорили, на практике реализуется. И может быть даже и хорошо, что внешние обстоятельства нас толкнули ближе друг к другу. Мы перестали спорить на ровном месте. Мы поняли, что друзей у нас, в общем-то, немного, а может быть, настоящих и в общении. И что нам надо свое счастье создавать самим. Мы и начали это делать. Получается, не без труда. Надо время. Мы это сделаем. Беларусь взяла курс на умоцевание супрационерства с регионами России. Кожная область нам интересная по-своему. Зараз потребна импортозамещальная вытворчество. Добрая промысловая база Минска и Казани дозволит реализовать новые проекты. Татарстан, он нам близок к тем, что это территория России, самая развитая, я считаю. Это уровень развития не ниже, чем Беларусь. Высокотехнологичный, промышленный. Когда вы говорите, что вы достигли 3,4% ВВП в регионе, это дорогого стоит. Потому что удельный вес промышленности очень высок. А это большая конкуренция. Те ушли, китайские производители, другие заходят. Все на этот рынок заходят. И надо конкурировать. И вам, и нам. Поэтому мы знаем, чего дается вот этот рост. Мы хотим с вами сотрудничать. Потому что это высокий уровень развития. Потому что есть с кем разговаривать. Люди понимают. Управляемость очень высокая. Хозяйский подход. У вас вот эта вот жилка, как я говорю, и у меня крестьянская. Вот от земли. Мы понимаем, что такое управляемость. И что может быть, если мы потеряем эту управляемость. Поэтому очень похожая система управления. Мы и дальше намерены с вами сотрудничать. И можем очень многое сделать. Гарантия, если мы договоримся, что проблем с нашей стороны не будет. Так самое сегодня Александр Лукашенко по запрошению Владимира Путина наведает церемонию открытия международного турнира в Гульнебудушине. На этой масштабной подею в столице Татарстана чекается широк замежных лидеров. Наведать турнир коллег по СНД Владимир Путин запросил еще в конце Снежния на неформальном саммите Содружности в Санкт-Петербурге. В Гульнебудушине это высокотехнологичное спортивное шоу со споборницами у классичных видах спорта и личбовых аналогов. Прямо все дело завышает 270 командов и больше за 2000 спортсменов со ста семи краин. Беларусы выступят в некоторых дисциплинах. Головная политическая подея внутри нашей краины протягивается до терминовых голосований на выборах депутатов из всех узровнев. Явка в первый день довольно высокая, а маль 6%. Самые активные выборщики в Могилевской области. Сырот лидеров, так само Минск и Брестские регионы. В целом назирается цикавость до выборщей кампании. Вот и млеку и сырот молодцы. У сего по краине 5 411 участков для голосования. Знаете свой можно на сайте Центр выборкама. За ходом голосования сочет не только на участках, а и у Центра громадского назирания, так само замежные назиральники. Могу сказать, что каких-то существенных замечаний, нарушений нет. Не поступало ни к нам в комиссию, ни в этот общественный центр. Но вместе с тем люди просят какие-то дать разъяснения, уточнения. Это нормально. Вчера у нас явка избирателей составила 5,94%. Молодежь активно идет. Нас радует, что активность такая проявляется. В общей сложности в стране предстоит избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Проголосовать до терминого можно до субботы у Ключино. Участки открыты с 12 до 19 годин. Без пропынку на обед. В один и день голосования 25 лютого отдать голос можно с 8 ранницы до 8 вечера. Промысловость, будовництво и гандаль – основные драйверы росту беларуской экономики. Выники минулого года айны станучие, не глядяши на санкции обмежевания, подвяли у Совет Министров. Не глядяши на выклики экономика устойливая. Станучая сальда с внешнего гандлю амаль – 5 миллиарда долларов. У экономику прытягнуто 1,5 миллиарда промых замежных инвестиций. Это больше, чем на год ранее. А пророст цен – нижайший за той, что плановался. При этом реальные доходы громадян узросли. Три ключевых показателя выполнены. Самое главное – это реальные доходы населения, то, что остается непосредственно в кармане, в кошельках нашего народа, человека конкретного. 106,3% реальные доходы, рост – это больше, чем прогнозная планка 104. Ключевая заработная плата и пенсия, они выросли, в реальном выражении, на 11%. Ну а зарплата в декабре в месяце достигла 2,3 тысячи рублей. Следующий показатель, благодаря которому мы достигли, в том числе, и реальных доходов населения – инфляция. 5,8% роста – это гораздо ниже, который мы закладывали. Становшая динамика и селита, у студии непромысловости и сельская господарка приросли, прикладно, на 5%. Высокий возровень военной присутности США в Европе говорит об дальнейшей митильмилитаризации региона. Все отбывается в непосредной близкости от наших границ. И Беларусь повинна реаговать належным чином. Про это заявили на брифингу для военных этажей, аккредитованных при Минобороны. Проехали представники 28 держав, 7 выходят в НАТО. Познаймлися с тонкостями и принципами нашей оборонной политики, закладенный в проекте обновленной военной доктрины. Наша краина никому не погрожает, не утягивается в новую гонку узброения. При этом с пункта гледжения безпеки реализует комплекс мер, яке дают макшимость отбить любую агрессию. Особливая увага о хове держ границ. Военная таше, особиста, пироканалися у тынь, что отбывается на заходних границах, как сформировать объективное меркование. Я бы хотел поблагодарить за приглашение на вашу гостеприимную белорусскую землю. Большое спасибо также за визит на государственную границу. Охрана госграниц всегда позволяет сохранять суверенитет. Мы ознакомились с работой пограничных переходов, с работой органов пограничной службы, как они выполняют свои задачи. Я считаю, что это был очень хороший опыт для нас. Мы четко довели, что мы на сегодняшний день изменили вектор сотрудничества с нашими друзьями и партнерами. Мы больше не хотим зазывать Запад постоянно на контакты для уменьшения угроз военной безопасности. Мы просто приоткрыли дверь. Если вам необходимо, приходите, мы будем с вами разговаривать. На сегодняшний момент наши взоры устремлены в страны Азии, в страны Африки, в Латинской Америке. У нас состоялись очень хорошие визиты со множественными договоренностями нашего министра обороны. Это в Индию, это в Китай, естественно, Россия, в Иран. Буквально недавно был визит на Кубу. Про это Беларусь по раннейшему готова до двухбаковых и шматбаковых переговоров для гарантовально-огульной европейской безопасности. Назначили у Минобороны. Створить контролеванный хаос у свете, как захавать свою егемонию. Одна змеет коллективного заходу. На сценарии реализации завжды однольковые. Не выключение Беларусь, якой спробовали. И зараз спробует створить державу анти-Россию. Сценарии распроцовываются розны, а держ перовороту, те захопы влады подчас электоральной кампании, дагуль неудогую. Те отрываются их ожитявить, обмерковывают эксперты. А с точки зрения того, что существует долгоиграющий вариант, то это любая западная стратегическая цель – разваливать государство долго, нудно и постепенно. Раскачивая государство длительно и долго, они таким образом управляют миром, они создают управляемый хаос, который позволяет сохранять гегемонию Соединенных Штатов во всем мире. С допомогой Вашингтона обострается ситуация на Близком Усходе. Израиль атаковал ракетами полдневый заход Дамаска. Под ударом «Жилый дом» есть охвяры сярод мирных жихаров. Докладные лишь бы покуль невядомые. Агрессивные действия не цахал и у сектора газа. Тель-Авиву рыхтуется до выражальных боев. Атаки с новой силой в городе Рафах. Отновится приклад на усередине красавика. Зараз активные боевые действия у Хан-Юниси. Под ударом снова оказалась одинная больница в регионе. Загинули пациенты и врачи. В Организации Объединенных Наций так само заявили, что припынили харчовые поставки у газу. В гуманитарной миссии под постоянным огнем. Больше за 10 тысяч грузовиков с допомогой в режиме чакания. Коли не доставить продукты и медикаменты в ближайшие сутки, ситуация Канчаткова выйдет спод контролю. Межтым заклики до миру зну непочутые. У Ради Беспеки Ан-Вашингтону третий раз наклау вета на резолюцию обспынение огню у газа. В Ан-Клаве загинули 29 тысяч 300 человек. Новые поставки техники и промысловая кооперация. Наша делегация премьет дело в первом посаджении Белорусской Азербайской комиссии по супрацовнецтве. Ее узначаливают керовники внешнеполитичных ведомствах двух краин. Наша делегация уже у Харары широкое супрацовнецтво обмеркует процедуники Министерства промысловостям, сельской господарки, аховы здоровья, адукация так само буйных предприемств. Беларусь допомагает обеспечивать хорошую обеспеку африканской державы. Краина закупляет нашу технику. Огольный товароборот за 4 года вырос в 8 разов. Отношения между Республикой Беларусь и Зимбабве развиваются очень динамично. Практически закончена вторая фаза механизации фермерских хозяйств Зимбабве. Подходим к третьей фазе. Также в этом году уже начинаем поставлять тракторную технику, комбайны. Вообще, в принципе, потенциал очень большой. В 80-х годах Зимбабве называли «житницей Африки». Им действительно нужно большое количество тракторов, комбайнов. Значный штуршок развитию относимым по межкраинам и далее особистые контакты керавников держав. Леточ наш президент был с державным визитом в Зимбабве. Перамовы отбылись и в Дубае на сусветном саммите по борьбе с изменением климата. Эмирсана Мангагву чекает с визитом в нашей крае. За два дня прорвали оборону немецко-фашистских захопников и перешли в наступление. В 80-х годах тому началась Рогачевская-жлобинская операция. Червоная армия поспехово форсировала Днепро и перерезала чугуношную ветку Могилю Рогачеву. Это великая заслуга войска у правого крыла 1-го Белорусского фронта, яким командовал генерал армии Константин Рокоссовский. Нашим бойцам супростояла 9-е немецкое войско группы «Центр». Прос два дня советские излучения подошли до Рогачева и штурм вызвали Легу. Далее присунулись до ракет Друйц, захопили плацдармы на обоих берегах Днепра и ущельной наблизились до Жлобина. У вынеку операции советские войски нанесли великий урон в Урагу и створили сприяльную умову для наступления на Бобруйским напрямку. 24 лютого 44-го года в Москве дадены артиллерийский салют у гонор вызволения Рогачева. Гучный разум у Академии керавания при президенте до дня родной мовы стартовал флешмоб «Спяваем державный гимн». До этого долучились и все работники и студенты. Усяго около 300 человек. Такая акция проходит в першиню, я инициатор кафедра мовной коммуникации. Необовязково быть зоркой сцены, иметь выключные вокальные сдольности. Головная щирость, спевать гимн, в унисон планують и далее. Каждый из нас повинен ведать и шановать родную мову, как и шановать культуру, потому что она одна, уникальная, как и поважать нашу историю, подвиги наших героичных пророков и не давать ее переписать. Данные акции дают нам понимать, дают нам осознание важности государственных символов, наших государственных языков. И знаете, отрадно понимать то, что молодежь сегодняшнего времени ценит, знает цену языкам, знает цену нашим государственным символам и с гордостью несет это будущее. Академия кирования при президенте до дня родной мовы подрактовалась серьезно. Все жадающие могли принять в отделу конкурс из читальников вершил. Среди авторов Аркадь Куляшу Максим Танк и Владимир Короткевич.